Так, друзья, напоминаю, закатываю голос, железо и карцатины, все лучше сад в Сибири, было, наверное, в Европе, так и сложилось, чем хуже условия, тем легче вырастить сад, я не раз говорил, что у вас свои враги, например, насекомые, у вас их побольше, у нас их убивает мороз, но у нас есть общие враги, калечения деревьев, когда насекомые пируют на искалеченных уже нами, людьми, деревьях, и эта тема бесконечная, и я решил, и здесь есть несколько советов, озвучить свою статью, которая была написана в 15-м году, половину вы уже посмотрели, это было название тоже, железо, самый быстрый и дешевый способ создания плодового сада, лучше в вашем городе и области, кстати, если захотите, то и во всей Европе, мы в Радс-Сибирьке немножко вас превзошли, но это за счет наглости, и так, половину мы уже с вами и озвучил, смотрим дальше, подвои, посадка смертельная, которую никто не заметил, и сейчас практически наука не знает, что уча садить на 5-6-7 сантиметров, они совершают предательство по отношению к нам, простым людям, гибель миллионов саженцев, и никто про это не догадывается, пока железо не родился. Это мы проходили, подвости проходили, минус 42, абрикос, колновидный, которых нет на планете, но нарисовали персик, это уровень фирмы Беккер, подлецы до сих пор торжествуют, и грабят тысячи, тысячи бесконечных, наивных россиян, и не только россиян. Вот, горькая шутка, богатые проиграют бедным только в одном, могут позволить себе во много раз больше, если травмят фруктов. Ну и дальше, на этом месте мы остановились, я предлагаю предложение. Если доверитесь мне, все будет зависеть уже от вас, а не от мошенников. Инструктаж, печатается впервые, но это был 15-й год. Выписывайте, к примеру, столкотчик китайских сливов. Это может быть столкотчик абрикоса манжурских, это может быть столкотчик вишен в сибирских штабах, но я взял конкретный пример, так удобнее, чтобы не расплываться. Итак, столкотчик китайских сливов. Вы фотографии видели прекрасно, и даже без прививок. Смотрите каталог в конце статьи. Сейчас каталога не будет, это была статья, еще та, 15-й год. Дело в том, что он еще до конца не сформирован. Найдите старый каталог на моем сайте. Итак, китайские сливы ваше будущее подводят для прививок роскошных южных сливов, уже зацепившихся за сибирскую землю. Экономьте деньги и не повторяйте мои 36 сливов, моих нелегких лет. 36 это я сейчас исправил. Уже 36. Выписывайте столкотчик крупноплодных сливов из моего же сада. Беспорядочные полосвязи вторых с первыми, гарантия биологической совместимости. А значит максимальной морозостойкости. О стратификации или подзимнем посеве, это две большие разницы. Отдельный разговор статьи на сайте. Эти же статьи я высылаю, и фильмы я уже сделал, фильмы с тех пор. Каждый раз, когда делается заказ, я высылаю 10 фильмов. И о посадке, и о стратификации, и обо всем. Садите и те, и другие в 2-4-6 рядов через один ряд. На гряды. Вот там моих друзей ниже. Получайте предположительно средний 50%. Получается всех затрат на семена 200 на 20. То есть заказали 200 по 20 рублей, 4 тысячи. Это 2-3 мёртвых рождённых саженцев в раскрученных каталогах. Из засекреченных, в смысле несуществующих садов. С несуществующих садов вы получите за 4 тысячи 2-3 саженца. Это факт. При 50% успехе, у меня меньше 90% не бывает, и моей малозатратной технологии, у вас получается сотня саженцев. Тогда получается по 40 рублей. Плюс минимальные расходы при щадящей технологии в последующие годы. То есть я в своём саду не делал практически ничего. Отсюда у меня вообще минимальные расходы, и нет каторского труда. Ниже поясняющие фото из садов моего и моих друзей. 50% схожесть слив китайской, моей ушеницы. Я бы выбрал не лучший результат. 100% схожесть персика-хасанского в моём саду. Пло отношение у привитого на мажорский абрикос или китайскую сливу. Второй-третий год. Это привитые. А у непривитых плодошение на третий-чёртый год. К примеру, на фото номер 32А, третье плодошение, а всего пятый год от роду. От посадки однолетнего сеянца. Ниже сеянца уссурийской груши. Школка Сергея Живозова. Широко пропагандируемая самим Мичуриным. И забытая в широкой практике в России впоследствии. Знаете, с тех пор, что натворят? Нет? Прививайте на боярушник, прививайте на эргу, прививайте на черноплодную рябину, даже на красную рябину. На что угодно. Только не грушу на грушу. Ведь питомшая уссурийская груша имеет 100% совместимость, даже без специального совмещения. Вот это мой сад. Ты же знаете, как вот так вот кажется, мелкая, за год не вырастили. Нет, посмотрел, что-то не сказал, под юбку. Вот так уже годится. Однолетние уже годятся на прививку. Глава пятая. Внимание. В питомнике железовых, та же предполагаемая всему свету, технологии имеют продолжение. Это должно стать вашим вторым этапом. Видите, вот это вот. Всего лишь привитые, да. Абриконцы, но однолетние. Вот те, которые торчат, это двухлетние, которые торчат выше меня. А это однолетки. Внимание, прошел год от посадки семян, и еще полгода после прививки. Я их называю однолетками, а прививкам всего пять месяцев. Перед вами часть моего знаменитого, неубиваемого, зимующего на морозе. Питомника сада. Точнее питомника, переходящего в сад из лучших, из густо выращенных саженцев. Остальное продается, а часть остается навсегда. А еще точнее, изобретенный мной так называемый кочующий питомник. Когда лучшие саженцы остаются навсегда на месте, а питомник, по мере их роста, постепенно вытесняется на новый участок. Если тоже самое повторите, используя семена теперь из своего сада, вы поборетесь со мной за звание лучшего сада в стране. Представляете, когда из этого еще и лучше остается. Вот я на дальнем плане, а они остались как лучше. Ну, они же бесценные, фото моих друзей, все подряд, на заданную тему. Примечание, я мог бы придраться каждому из них на направление на 200 лет, оберное. Вот это посадки. Это мне прислали мои друзья, уже не сгниют. Я мог бы придраться, но придраться не буду. Это мои ученики. Самое страшное, это гнение корневых шеек, это большая часть гибели и болезни в саду, это от этого. Вот вроде бы нормально, мой ученик прислал. Он срочно, я написал, руки оборву, убирай, срочно это это самое, мальчу, сгниют же. На этих вышших фотографиях внушаемая мной мысль, не всегда удачным ученикам. Земля привозная со стороны, полностью стерильная. Исподержанная на целине. Стерильная, понимаете? Никаких добавок для обогащения почвы. До обильного плодошения. Дерн в саду неприкосновенен для лопаты, а лучше всего целина. Ну вот, к примеру, вы решили, что вам тесно, как мне в 10-13 сутках. А ведь кочующий питомник подобен геометрической прогрессии, в считанные годы прирастил десятки гектаров. Через 3-5 лет, имея копию сада Железового, что на вход от ТТТ, хоть благодарны всем вспомнить о самом неправильном садоводе России. Попробуйте, хоть на одном сайте найдите питомники, чтобы был маточный сад. Попробовали? Попробуйте, я не нашел. Может, вы найдете. И только там тогда с ним можно работать. А когда спрашивают, назовите фамилию садовода, кто вырастил. А мы не знаем, как. В ответ тишина. А где фотографии? А мы не делали. Нам некогда. Вот это было сложно. Амприкос академик. Амприкос манджурский. Вот он подвой, вот он привой. Садится одновременно. Ну, а дальше наша песня хороша. Вот. Сейчас вот это вот я сейчас пропущу, потом вернусь. Вот это вот интересная штучка. Чтобы я не был этим, как сказать, болтанным примечанием. Ранее я писал осторожно. То есть, сама идея вот та же, выращивание, скорее всего, из семян, быстро и дешевая. Я раньше писал так. Таким описанным способом, специальным для очень небогатых садоводов, самим врач с нуля, можно, в принципе, получить готовый гибрид. Но редко и с не лучшими свойствами, так как культурный семянец по будущим плодам, скорее всего, будет хуже мамы. А тут еще влияние ментор более дикого подвоя. Вывод. Это опять для селекционеров. Какой я был осторожный. Я так боялся вас обидеть. Хотя у кого нет никакого сада, и у него вместо 100-граммовых академиков или королевских абрикосов вырастет 50 грамм, он все равно будет счастлив. А я все равно осторожничал. Только для селекционеров. Но прошли годы. Что для вас? Семена от дикого полукультурного дерева, а ветки привой, от чисто культурных привитых деревьев, в идеале, то и то из одного сада. Ну, вот как, скажите мне, это моя ученица, аспирант, когда фотография была, она еще была выпускницей краснодипломницы, нет, агро-университета Краснодарского. Вот, посмотрите, почему настала моя сотрудница. Меня, садоводы-любители, без погон, подержите в руках такие и найдите хоть одно такое. Тимирязевская академия мои фотографии присвоила, представляете, нет? Прижали мы с Павлом Троценко, этого агронома, который отвечал на вопросы от имени питомника. Да, Тимирязевская. А почему фотографии чужие? Почему из интернета и даже от железа? Ну, не было у нас своих урожаев. Академия ведущая. Вот так, а вот он абрикос-академик, который я увеличил собственными ручками в два раза. Прошли годы, а мои ученики, вроде бы рискнувшие вырастить просто из культурных семян, повторяю, прошли годы, получать следующее доказание. Так, наказать с искренностью в отдельной папке. У меня есть отдельная папка. Так, смотрите. Ну, я выбрал немного, и только из косточек. Иногда попадаются, потому что человек не расшифровал, иногда получаются привитые на 90% из косточек. Приполярье, косточки железа, внимание. Это почему? Потому что это все официально. Это все делали журналисты. Внимание. Это приполярье. 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 Это все у Кандаурова. Это все у Кандаурова. Вот она, Жордель Мелитополь. Она тоже улучшилась. Почему-то не хуже становится, а лучше. Ну, персик. Ну, я к этому отношения не имею. Это все один этот самый. Как называется? Одна папка. Какая бы... Это... Персик из косточек. Персик из косточек. Персики. А эти опять абрикосы из косточек. Из косточек. Из косточек. Из косточек. Вот. Косточки железа. Прошу прощения. Кто-то звонит. Алло. А я... Заходите. По интернету с ним. Если ты минуту. Заходите. Так. 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 Вот. Разложим. Из моих косточек, из моих косточек, из моих косточек, из моих косточек. Причем эти люди дослуживают доверие, потому что это мои ученики. Можно ли мне верить? Или как? Неудач просто не бывает. Читайте внимательно. Вот это вот особый случай. Так. Сейчас отвлекусь, а то не могу, когда меня на душе стоят, наверное, на душе стоят. Сейчас, сейчас, сейчас. Снежана! Снежана! На, не отвлекай меня больше, я переснимаю. Пожалуйста, так. И вот интересно, письмо я чем его выделил? Как из неудач делаются удачи? Просто, ну, Бог послал такой. Итак, Арабаджи, Татьяна. Вот такие абрикосы выросли в этом году. Казалось бы, неудача. В 2009-м, привален на вашими черенками королевский академик. Немание, на волчки абрикосы кичигинские. Кичигинский для меня это примерно дичок, примерно как манжурец. Его превозносят, но только те, кто хочет на нем заработать. На самом деле, полукультурный такой. Ни одна прививка не прижилась. А сам абрикос выдал штук 15 плодиков, грамм по 10. И вот, в 2019-м году скончался. Отпилить волчки не дала. А в 2019-м году он соцвел. И выдал вот такое, шикарные абрикосы. Это к тому, что меня считают проходимцем, не скрывая, так и называют. И говорят, что Виктор Кинг обязательно не называют. И считают таким же проходимцем, как и... Когда меня рядом с Мичурием называют проходимцем, называют Виктор Кингазацией лжеучением, я только смеюсь и горжусь. И горжусь. Представляете, рядом с Великим поставить, пусть даже мошенником. Имея в виду, скобка. Вот. Весом были от 10 до 47 грамм. Куст необыкновенный. Чуть-чуть с горчинкой. Косточка большая, легко отделяется. За лето очень вырос. И заложил много потя. Как переживет? Не знаю, правильно ли я сделал. Фото. Внимание. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Вот. Попробуйте не узнать влияние привоя, которого не существует. Здорово, да? Вот это и есть чудеса, которые дают нам возможность еще прожить. Потому что кажется, что все еще лучше впереди. Из диалога с оппонентом. Вы описали самый эпистемический вариант. Но действительность такая. Первое. Местные подвои не годятся в подвои. Нет запаса прочности. Так как привитое дерево даже лучшее. Это калека из двух срочных половин. Они просто, вот понимаете, Брянск, Смоленск, допустим. Я уж не говорю про Северный Кавказ. Я даже не говорю про Липецк, про Подмосковье. Все равно не хватает прочности. Мне есть такой пример очень интересный. Когда, например, пример, пример, например. На Сибирке исключили мои, в том числе. Манжурские абрикоты исключили, как подвои, официальная наука. И китайские сливы исключили. Очень морозостойкие, в самом русской мире, якобы не принимают привои. И говорят, привайте абрикосы. То есть эти яблони на культурные яблони и абрикосы на культурные абрикосы. И когда случается, даже в Подмосковье, минус 35-40, что привои, что подвои замерзают одинаково. Вот это слабое место. Поэтому получается так. Читаю дальше. Был бы просто купить на рынке плоды, съесть косточки и посадить. Но они, не будучи перенесены на морозостойкие северные подвои, просто замерзнут. Вот. Северные. Купить готовые в эпоху мошенничества саженцы, это для богатых и расточительных. Садоводов все меньше, денег у них меньше. А отравы все больше. Понимаю, что морозостойкие подвои и косточки остались только в Сибири, Урале и Дальнем Востоке. А привои редкие дураки, вроде меня Железова, и то от бедности могут калечить свои сады, торгуя культурными ветками для прививок. И что, круг замкнулся, садов не будет? Вот. Заметьте, я не поставил точку. Я поставил знак вопроса. Еще могу тут поставить рядом восклицательный знак. Все. Что-то он не ставится, не хочет. Ну, не хочет, не надо. Значит, все-таки знак вопроса остался. И я, наконец, немножко вернусь назад. Мне так не хочется быть болтанным. Вот. Сейчас начнется целая серия фильмов. На меня ополчились две выпускницы Тимирязевской академии. Пусть от злоба и оскорбления. И все это на сайте, на официальном, где миллион сто тысяч подписчиков. Одно из их глупостей звучит так. У нас осталось пару минут, смотрите. Одно из их глупостей звучит так. Это все должно было... Они озвучили, это озвучили. Цитируя, сами ничего не умея, цитировали следующее. Из культурных семян, получается, только, цитирую их, дикари, дички и жардели. Так у них было написано. Вот перед вами дички и жардели. Дички и жардели. Дички и жардели. Вот в такой мере мы живем. И сколько у меня хватит сердца, я еще этим буду заниматься. А тут получается так. У меня каждые несколько минут, каждые 30 минут, отключается он сам. А потом трудно настроиться. Я тогда, знаете, что решил. Покажу вам кусочек фильма. И вот трудно фильм поделать. Это вам не нарисованные фрукты компьютерной графики. Да, короче, я проскочил. А время идет. А время идет. Но я вас заинтриговал. Надеюсь, вы не выключите в этот момент. Вот. И видеоинтервью журналистам газеты. Красноярский край. Вот пока остается 7 минут. Посмотрите хотя бы эти 7 минут. Кроме рекламы. И на этом мы с вами на какое-то время прощаемся. Хотя еще будет много-много встреч. Анна Алексеевна. Вы журналист Красноярской газеты. Наш Красноярский край. Краевая губернаторская. О, это здорово для меня. Это почеток. Вы приехали. Я вам рад. Я хочу вас удивить. Удивить как? Значит, очень много вначале было слухов. А когда появился интернет, это стало уже живой легендой. Вот этот сад. Я вам хочу доказать, что он действительно особый, стоит внимания. И что Красноярск, Красноярский край, Хакасия, все должны иметь право и должна иметь такие сады. Мы стоим возле персиков. Дело в том, что их не должно быть здесь. По одной простой причине. У них мороз стойки в 30 градусов. Везде где 30, и если постоит 30, еще там дней 3-5, и они все погибают. У них очень много врагов. У них очень много болезней. На юге у нас, у нас же как, Украины теперь нет, а Украина это самый юг был. Херстанская область, Николаевская, Одесская, Крым. Ну еще где-то чуть-чуть, и больше персиков не было на весь Советский Союз. Пробовали, да, где-то, но укрывать, укрывать, укрывать. Что такое укрывать? Сегодня укрыл, у тебя вот такие вот плоды, прям с магазина, укусил, выплюнул, вырасти, о чудо, аж вот такие могут вырасти. А на следующий год, это же укрытие, они же и сопрели. Сегодня снег, сухой мороз, под снегом вьют. Завтра снег сырой, мокрый, гнило, и так бывает. Бесснежные зимы. Если сейчас у меня самое страшное, я ведь не просто так говорю, я хочу, чтобы вы убедились, чтобы люди потеряли страх. Чтобы, когда им говорят, а им говорят специалисты. Этого не может быть никогда. Ужелезовая микрозона. В этой микрозоне, первый снег, вы поверите, мне приходится креститься. А у меня есть специальные ролики, где я это показывал людям, у меня же гости коллый год. В феврале выпал. А мне говорят, а уже ли 2 метра снега, поэтому у него все растет. А у меня абрикосы, я вам потом покажу, трехэтажный дом, да? Вот, трехэтажный дом. Какой там снег? А снег выпал первый, вот столько. А тут в этом году было в феврале, да? Да, я пример привожу. То есть у нас из 10 зим 9-8 бесснежные. Снежные это по колено, один раз выше колено и один раз по пояс за 30 лет. Вот, смотрите, я к чему говорю. То есть, откуда оно берется? Снега нет, не замерзает. Они привиты на дикий маньчжурский абрикос. Значит, что абрикос минус 50, допустим, держит. Персик 30 держит, 50 плюс 30 пополам. И если привить, это один из моих величайших секретов. Проще паре на репу, но почему-то учат прививать на высоте 60 сантиметров, 40, скелет. Все это чепуха, все это неправильно. Только у земли. Вся крона культурная, весь, все корни, и вот столечко от стамбика дикает. То есть 50 на 50, 50 плюс 30 пополам, 40. И как я так и слушаю, я говорю, если у меня этот ролик дойдет до Академии наук, хохот будет стоять. Ну, хохот хохотом, а вот они. Теперь смотрите, я его нахожу, именно этот сорт, он в самом расстойке в мире сам по себе. Это Хасанский. А я, слушайте, дальше, я его нахожу в поселке Сизоев. Не доехали, да? Самая страшная зима за те 37 лет, что я тут живу. 31 год я тут живу. Самая страшная. Неделями держалась за 40. 40, 42, 43. Для нас это холодно, мы же юг, все-таки, в Красноярске еще холоднее было. Тогда было чуть ли не 50. И у нас теперь было 45, 47. А у нас завод алюминиевый, а там табло. И каждый день идем на работу 43, 45, 47. Но здесь все-таки и в Сизоеве до 45. И этот несчастный персик, обнаруженный мной в пенсионерке, замерз напрочь. Каким-то чудом, он еще год продержался, а я уже за ним наблюдал, слухи, слухи, слухи. А я самый такой, этот, как золотоискатель, ищу золото среди садов. И нахожу. То есть я его смотрю, он дал два десятка у меня фотографий с вот таких персиков. До зимы не вызрели. Вот. А теперь смотрите, мой подвой когда созревает? Мой подвой созревает в конце июля. Июля, не августа, не сентября, не июля. И когда я на нем привел, что получилось? Были вот такие, каждый год начали крупняться. Идем сюда. Вот. Для чего мне нужны? Нужны доказательства, нужны факты. Вот. Сейчас я вам покажу. Уже, уже, уже. Вот они прямо. Да я вижу, на этом-то были крупнее. Да, два дня у меня не было. Ну хорошо, пусть вот эти посчитают. Ну не зеленые, я хотел вас угостить. Ну, им уже подвой повлиял. Они, согласны, наверняка вызревают. А что такое подвой, объясните мне. А, подвой привой, подвой это то, на что привой. Поняла. А привой, это то, более нежное, более цельное, более качественное. Это привой. Там дикий манжурский абрикос внизу. Вот прививка у самой земли. Может быть, я вам найду зрелый. Вот они, смотрите. Ну ничего это. Смотрите. Ну твердые. А, ладно, давай. Пробуйте. Пусть они до зрелых. Давайте. Вот. Они у меня каждый день исчезают. Знаете почему? Уже, начиная с июля, здесь побывал сотни гостей. Меня уже хотели включить в туристическую программу. Мол, мне платят, я встречаю, я провожаю. Я, правда, отказался, но они и так едут в туристическую программу. Да, мы такие. У меня абрикосов, знаете, сколько было в этом году? Больше двухсот ведер в маленьком саду. Вот, ну как? Угу. Не отдам. Ладно, идемте дальше. Значит, есть один из секретов заключается в следующем. Не нужно воевать с природой, нужно ее использовать. Смотрите, сейчас поймете, откуда эта красота, да? Откуда вот это берется. Вот это вот, вот это вот. Дело в том, что, не знаю, попадет ли это в ваша газета, но еще две минутки, еще один секрет. Назовем ее секрет номер два. Значит, так, кустовидная форма. Мы живем в Сибири, вы живете в Сибири. Большинство россиян, я же не зря говорил, что перчик там на юге Украины. Внимание, эту серию прощайте. Вот, получается как? На этом все, можете найти продолжение на моем сайте. Этот фильм и еще сотни фильмов. До свидания, благодарю за внимание.